МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На каком основании? Собственно, есть результаты экспертиз, которые проводятся в аккредитованных организациях, в аккредитованных лабораториях. И данные этих экспертиз однозначно показывают, что значительная часть тех продуктов, которые поставляются в школы и в детсады, она не соответствует нормам качества. Вот как такие продукты попадают в столовую? С моей точки зрения, вся проблема в самой системе закупок, при которой нет никакого фактически входного контроля качества тех продуктов, которые появляются в пищеблоках. А кто должен их проверять? Кто устанавливает эти правила? С моей точки зрения, это работа департамента образования, который должен эту работу проводить. Но фактически тот отдел, который создан некоторое время назад, выполняет очень много полезной работы, но самую главную свою задачу он не решает. Как сделать так, чтобы продукты в столовую, школьную и детскую саду попадали качественнее? Знаете вы рецепт? Всего три пункта в этом простейшем плане действия. Первое. Допустить и не препятствовать самим экспертизам. Второе. Изменить договора таким образом, чтобы поставщик, который поставляет некачественный продукт, сталкивался с очень серьезными санкциями или даже с неоплатой контракта. И третий пункт. Укрупнить контракты. Потому что сейчас этих контрактов свыше 10 тысяч. Даже если экспертиза выявляет фальсификат, даже если этот контракт разорвает, ну, этот контракт на 100 тысяч. У юрлица этих контрактов сотни. Ну, одним больше, одним меньше. То есть ни на что не влияет. Нет ли такой опасности, что следующий контракт он не выиграет и откажется от его услуг? Скажем так, опасности на текущий момент нет. Потому что не проверяется. Вот своими силами общественники, депутаты проверяют 10-12 школ в год. Это мало. То есть это мало. И даже если какие-то проверки показывают, однозначно свидетельствуют о фальсификатах и суррогатах, то это не приводит к разрыву из контрактов. Скажите, как вы относитесь к инициативе омских и новосибирских фермеров поставлять продукты питания именно в школы и в детские сады? Может ли это решить проблему? Я думаю, что это может решить проблему. И вот почему. Последней причиной, по которой ситуация в этой отрасли не нормализуется, департаментом образования называлось нежелание самих поставщиков участвовать в конкурсных процедурах и в торгах. Ну а, соответственно, раз никому это не надо, никто не готов в этих торгах участвовать, то и дальше будем продолжать делать то, что и делали раньше. Но фермеры могут составить конкуренцию. А теперь появляется организованный рычаг, по сути дела, давления на эту самую систему закупок. Когда мы говорим о фермерах, мы говорим не об отдельных каких-то компаниях или организациях. Это целая ассоциация, целая общественная организация, которая не согласна, что рынок уходит перекупщиком, рынок уходит безответственным перекупщиком. Но эта ситуация доменяет в любом случае. Какая система, на ваш взгляд, лучше – это поставки от мелких поставщиков продуктов? Или это централизованное, когда школами занимаются один или несколько комбинатов питания? Вот с моей точки зрения, если каждая школа ведет закупки сама, соответственно, контрактов тысячи, десятки тысяч, то отследить этот поток, по сути дела, и проконтролировать его качество очень сложно. Я думаю, что со временем должна быть система, при которой работает комбинат питания, которые могут, грубо говоря, заключать крупные контракты, которые имеют смысл контролировать. Потому что, еще раз подчеркну, проводится проверка. Проверка показывает суррогат. Смотрим на контракт, контракт на 100 тысяч рублей или еще меньше. Для поставщика, который заключает тысячами эти контракты, разрыв одного контракта на 100 тысяч рублей или на 50 условно, он не является тем кнутом, который его заставит прекратить вот эту текущую практику. Если контракт более-менее существенный, 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов, и в рамках этого контракта находится фальсификат, и этот контракт рвется, и вот этот недобросовестный товарищ просто не получает этих денег от заказчика, тогда он 10 раз продумает. Спасибо. Напомню о проблеме школьного питания. Мы говорили с депутатом городского совета Новосибирска Александром Бурмистровым. Новосибирска Александром Бурмистровым